Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «7 подростков, приговоренных к смерти и расстрельных в СССР». Он только улыбался, когда выносили приговор. Совсем еще мальчишка, а за плечами столько страшных злодеяний. Наверное, надеялся, что избежит самого худшего. Шел 1964 год. Казалось бы, времена сталинских репрессий закончились, война тоже, и послевоенная голодуха, выкинувшая на улицы тысячи детей, также подошла к концу. Многие думают, что после развенчания культа личности вождя жизнь в СССР наладилась, и вряд ли уже закон стал бы настолько строгим, чтобы отправить на казнь подростка. Но в этот раз, в 1964 году, отправили. И было за что. Хотя действительно, в большинстве случаев Уголовный кодекс СССР был достаточно лояльным по отношению к несовершеннолетним преступникам. Им могли дать не более 10 лет исправительной колонии, даже за самое серьезное преступление. Вспомните роман «Республика Шкид», ведь именно в этой книге описывался путь исправления малолетних преступников. Никто их на расстрел не отправлял, наоборот, прививал доброе, ценное, вечное, обучал жить в нормальном сообществе, давал начальную специализацию, чтобы впредь такие вот бывшие правонарушители не вступали на плохую дорожку. Однако и в сталинские времена были случаи, когда детей расстреливали, но таких прецедентов всего шесть. И вот седьмой уже в 1964 году. Но что же сделали эти подростки? Ведь на момент казни им не было даже 18 лет. В «Республике Шкид» описаны реалии до 1935 года. Тогда советская власть старалась исправить судьбу малолеток, отправляя их в разные спецшколы для перевоспитания. Но 9 апреля 1935 года в газете «Правда» вышла статья о том, что малолетние преступники не должны чувствовать себя безнаказанными. А потом в 1937-38 годы, ставшие самым разгаром большого террора, репрессии добрались даже до высшего руководства Советского Союза. Что и говорить про мелких преступников. Хватали подростков и даже детей, которые хоть чуточку приступили нормы уголовного кодекса или подозревались в шпионаже. В это время случилась довольно странная и нелепая казнь. Троих парней, которые хоть и были виноваты в мелких кражах и имели довольно солидный воровской стаж, приговорили к высшей мере наказания. При этом они не раз отбывали наказание в местах лишения свободы. Все трое были одного года рождения, 1921-го. Но в их личных делах нет даты рождения, стоит только год. Поэтому вполне могло быть, что свое 17-летие кто-то из них даже не успел отпраздновать. Может быть, они были и старше, просто скрыли свой возраст. Три мальчика-беспризорника были приговорены к лишению жизни через расстрел по решению тройки НКВД. У Миши Третьякова в его годы уже было за плечами две судимости. Он ограбил женщину и в момент кражи нанес ей ножевое ранение. Вторая судимость тоже была за кражу. А до этого еще три привода в милицию за мелкое воровство и хулиганские действия. Миша был другом и подельником Петракова. Александр Петраков познакомился с Михаилом где-то на улице, и они стали грабить вместе. У Петракова также было две судимости и четыре привода за карманные кражи. Их третий подельник Иван Белокашин тоже имел судимости несколько приводов. Он был приговорен к расстрелу по такой же формулировке. Находясь в тюрьме за уголовные преступления, вошли в группу заключенных, которая враждебно настроена к существующему строю, систематически занимается контрреволюционной агитацией и ограблением сокамерников. То есть этим парням приписали еще и политическую статью, иначе оснований для расстрела бы не было. Тогда же на Бутовском полигоне расстреляли еще одного юношу. Анатолий Плакущий тоже сидел в тюрьме, но не имел такого солидного стажа в криминальном мире, как те трое. Но к стенке его поставили рядом с Петраковым, Третьяковым и Белокашиным. Плакущий тоже беспризорничал, но попал под суд не за кражи, а за участие в беспорядках и хранении оружия. Он всего год из полученных двух отсидел в колонии и не был отягчен преступной деятельностью. Но за что тогда расстреляли Анатолия Плакущего? Оказывается, в его уголовном деле была такая запись. По собственной инициативе из хулиганских побуждений наколкой татуировки на левой ноге выше колена нарисовал одного из вождей компартии. Свой поступок сопровождал оскорбительными выражениями. Видимо, эти действия он совершил уже в то время, когда сидел в тюрьме. За этот поступок Плакущего оформили как контрреволюционного агитатора и приговорили. Правда, уже в 90-х реабилитировали его память. Сын высокопоставленного чиновника Михаила Фриновского, трудившегося в НКВД, не думал о том, что умрет в 17 лет. Отец Олег был на хорошем счету при Ягоде, возглавляя главное управление внутренних войск НКВД. А когда на пост наркома вступил Ежов, Фриновский стал его заместителем и пользовался неограниченным доверием руководства. Однако такой быстрый взлет влечет за собой стремительное падение с высоты. Лаврентий Берия, ставший заместителем Ежова, стал под него копать. Собрал компромат, обвинил в превышении полномочий и антиреволюционной деятельности. Правая рука Ежова, Фриновский, был переведен, получив должность наркома флота, а чуть позже арестован. Ежов помочь не мог, его тоже отправили под арест. Через несколько дней после ареста отца, черный воронок, снова остановился возле дома, где жили Фриновские. На этот раз чекисты приехали за учеником 10 класса Олегом Фриновским. Мальчика обвинили в том, что он создал антисоветскую группу в своей школе и занимался пропагандой среди молодежи. Дело 17-летнего Олега в упрощенном порядке рассмотрела в Верховном суде, проведя заседание военной коллегии. И в январе 1940 года Олега приговорили к расстрелу. Ни за что, по сути. Приговор был исполнен в тот же день, 21 января. Правда, в 1956 году Фриновский-младший получил реабилитацию, а его отец нет, так как принимал активное участие в проведении большого террора 1930-х годов. Те пять мальчишек, о которых шла речь ранее, по сути, не заслужили такое страшное наказание. А вот тот, о ком речь пойдет сейчас, заслуживает больше, чем просто расстрел. Его надо было четвертовать за совершенные злодеяния. Родители Владимира Венечевского были приличными людьми. Отец – бывший фельдъегерь НКВД, а в то время работник театра музыкальной комедии. Мать – домохозяйка, усердно занимавшаяся воспитанием сына. А сын стал извергом. Где за ним не доглядели – непонятно. Своё первое убийство мерзавец совершил в 14 лет. Жертвой была крохотная Герта Грибанова. Четырехгодовалую девочку Венечевский сначала придушил, а потом, чтобы быть уверенным в ее смерти, многократно ударил ножом прямо в маленькую голову. Владимир выбирал малышей, недостигших четырех лет. Высматривал, следил. Потом, как только ребенок оставался без присмотра, уводил, предлагая конфетки или сказки. Места преступления были разными. Мерзавец всегда возвращался туда, когда собиралось много народу. Наслаждался реакцией зевак. Никто и подумать не мог на этого хилого подростка, ведь убивал он с невиданной жестокостью. Хитрый и изворотливый ум помогал избежать наказания. Венечевский никогда не выбирал одинаковую схему для своих преступлений. Единственная зацепка – это возраст детей. В остальном он каждый раз действовал по-разному. Правда, бывали и проколы. Однажды он чуть было не попался. Изверг украл мальчика трех лет, Борю Титова. Отвел в кусты и уже было придушил, как его спугнули. Тогда он выкинул малыша в сугроб и убежал. Борю быстро нашли, потому он выжил. Иногда Венечевский просто душил детей, а иногда совершал насильственные действия. Прятал тела в лесу, укрывал ветками или просто оставлял на месте, где надругался. Радиус его преступления не ограничивался только одним городом. Он появлялся и в окрестностях и ездил в другие города. Потому было очень трудно определить почерк маньяка, и следователи предполагали поначалу, что это преступление разных людей. В общей сложности жертвами Венечевского стали 18 малышей, восьмерых из них он убил. Маньяк попался случайно. Осенью 1939 года один курсант заметил, что какой-то подросток ведет в лес малыша и, почувствовав неладное, потихоньку пошел следом. Он успел к тому моменту, когда изверг уже раздел ребенка и стал душить. Венечевский не сопротивлялся при задержании, а на суде вел себя тихо, заикался и признался во всем. Но его тихий голосок не соответствовал жестоким словам, которые он произносил. Владимир без стеснения рассказывал, как заманивал детей, что жалости не испытывал и не жалел о содеянном. Процесс вызывал в нем удовольствие и считал, что он нормальный человек. Владимир думал, что получит не больше 10 лет, но ошибся. Его приговорили к высшей мере. Тогда Венечевский разволновался, стал писать прошение, утверждать, что болен и просить о пересмотре приговора. Тогда убийцу отправили к психиатрам. Однако притворялся маньяк недолго. Его снова вернули за решетку. Мать тоже добивалась отмены приговора, но ничего не помогло и в 1940-м изверга расстреляли. Аркадий Нейланд убил ради фотоаппарата. Именно про него я говорил в начале. Он, как и Венечевский, думал, что получит максимум 10 лет, но ошибся. По лицу Нейланда видно, что особым интеллектом он не отличался. Был трудным, очень жестоким ребенком и чуть ли не с раннего детства состоял на учете в детской комнате милиции. У Нейланда были родители, но они с ним не справлялись. Мальчик постоянно сбегал из дома, воровал. В 12 лет его отправили в специнтернат, исключив из школы. Но это не помогло, наоборот, стало еще хлеще. Правда, кражи, хулиганство и прочие проделки Аркадия оставались почти безнаказанными. В 1964 году мальчику исполнялось 15 лет, юбилей. Вот он и решил сделать себе подарок, уехать на юга. Денег на билеты не было, а как достать? Нужно кого-то срочно ограбить. Что же, задумано, сделано. Нейланд и его подельник стали ходить по квартирам, притворяясь сборщиками макулатуры и заглядывать, что у кого лежит. В одной из квартир они заприметили редкий в те времена телевизор. Но залезть в эту квартиру не получилось, поэтому ограбили соседнюю. Благо, в ней никого не было. Но когда подельники выходили с награбленным, их заприметил дворник и задержал. Мальчики попали в милицию, но Нейланду удалось сбежать, а подельник сел в следственный изолятор. Аркадий же домой не пошел, стал скитаться по подвалам и теплотрассам, потом решил все-таки проникнуть в ту квартиру, где был телевизор, потом уехать на юг. Чтобы было наверняка, Нейланд зашел в свой родной дом и забрал там топор. Пришел на место, постучался, сказав, что почтальон, и как только открылась дверь, сразу накинулся на хозяйку с топором. Женщина умерла сразу. После мерзавец зарубил топором ее сына, малышу было всего три года. Добычей подонка стали 54 рубля и фотоаппарат. Телевизор он унести один не смог бы. Аркадий на память сфотографировал половые органы убитой, потом смыл кровь, кинул топор на балкон и все поджег. Бдительные соседи, почуяв дым, сразу же позвонили пожарным. Все быстро приехали и потушили огонь. Когда дым рассеялся, перед шокированными пожарными оказались два разрубленных на кусочки трупа. Огонь не сделал главного, на что надеялся Нейланд. Его отпечатки нашли на одном из шкафов. А подельник как раз рассказал, какую квартиру они хотели еще ограбить. Аркадий же поехал осуществлять мечту, правда, не доехал. Его арестовали через неделю недалеко от Сухуми. Малолетний убийца был уверен, что советское правительство не даст ему умереть и больше десяти лет тоже не присудит. Однако, пока шло следствие, появилось постановление Президиума СССР, что, если совершены особо тяжкие преступления, то можно приговаривать к расстрелу преступников, даже не достигших 18 лет. И 15-летнего Аркадия Нейланда расстреляли. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую, неизвестную историю России.